Саша, ты же знаешь, что я всегда на шаг впереди, чем ты. Я неправильно сделала, что я украла твои вещи. Ты хотел, чтобы я тебя по-нормальному пригласила, правильно? Я с хлебом и солью тебя встречаю и в городские квартиры тебя приглашаю. Ты согласен? Подожди, ты каким образом здесь оказалась? Я тебе говорю, я просчитываю каждый твой шаг. Я всегда впереди, чем ты. Ты согласен? Что я согласен? Ехать со мной в городские? Нет. А если правду? Правду нет. А если правду? Ты что, правду говорю? Хочешь отведать? Давай, конечно, отведаю. Давай с тобой вместе покушаем. Они уже тут. Кто? Тут двое, вы же приехали. Кто? Ваше, ваше, ваше. И Олеана приехала? Поехали, да. Оба здесь пошли в новый дом с сумками. Говорят, сейчас уезжаем уже. Я говорю, вы навсегда? Говорят, нет, мы на время сейчас уезжаем. Сейчас уезжаем, да. Я в шоке. Пошли, мальчик, потому что помогут. С сумками, да. Леш, ничего не буду говорить. Абсолютно ничего не буду говорить. Я в шоке. Я слышала. Ой, аккуратно. Слушай, надо вытащить этот цветок безбрачия. Видишь, входим, и уже хлеб сразу сыпется. Ну, слушай, ты будешь брать, что твоя мама посоветовала нам. Ладно, не об этом. Кисуль, ну смотри, как у тебя здесь неуютно. Как у тебя здесь... А там прям пипец уютно. А с любимой девушкой везде уютно будет. Ну, ты уже говорила, что здесь будет с тобой с любимой девушкой уютно. Дело не об этом. Вот когда там будет уютно, тогда мы туда с тобой вдвоем переедем. Но чтобы там было уютно, дай мне время. А что ты хочешь, чтобы я в ногах у тебя ползала или что? Хочешь, я буду? Хочешь, еще раз на колени встану? Нет, я не хочу. Хочешь, еще раз у тебя прощения попрошу? Встань, пожалуйста. Прости меня, пожалуйста. Встань, пожалуйста. Гляд. Встань. Я... Алям, встань, пожалуйста. Слышишь меня? Хочешь, я так всегда стою? Нет, не хочу. Алям, встань, пожалуйста. Хочешь? Я тебя люблю. Даже Сашка, если сюда придет, вот я ему ничего говорить не буду абсолютно. Только сама будь счастлива. Он скажет, мам, вот ты понимаешь, что ты себя так неправильно вела, вот то-то-то-то-то-то сейчас начнешь... Оправдываться. Опять это... Оправдывать себя, да? Да, оправдывать себя, оправдывать Аляму. Говорить, что там вот даже Алянина мама то-то сказала, что я, в общем, все, только... Все против, в общем. Да. Ну, если бы Лянька себя хорошо вела бы, ну, разве кто против был бы? Конечно, она вообще неправильно себя ведет. Привет. Привет. Ну, чего, вы помирились? Мы помирились, решили жить в городских квартирах. Вот я сейчас уезжаю. Подожди, вы договорились, вы действительно договорились? Вот, мам, ты, вот ты смотришь на меня, когда ты... Вы слышали, я сейчас то, что сказала? Что? Я слышал, что ты сегодня Ирине звонила и говорила. Мам, я все видел и слышал. Хватит уже, правда, и Ирину включать, и всех остальных. Серьезно, вот я буду... Я сейчас закроюсь и буду один там жить самостоятельно. Хватит вот этим заниматься. Серьезно, я вот сейчас, честно, не хочу ни с кем не общаться, никого не видеть, ничего ни с кем не хочу разговаривать даже. Ладно, Саша, иди, будь счастливым. Нет, ты мне объясни, моя функция здесь. Что я буду здесь делать, Саша? А? Не знаю. То же, что и всегда. Диана в смелости набралась вчера. Дринком? Ага. Ну, так. Не без помощи зеленого змея. Литр смелости приняла на грудь. Ну, да. Да какая смелость? Говорю, просто попытка меня как-то обидеть, что ли, или действительно, может быть, Ирина как сказала, то, что типа она специально так сказала, чтобы там девчонки как-то на меня перестали обращать внимание там какое-то, но это глупо. Да, конечно. Никто не будет делать выводы по мнениям каких-то других девчонок. которые там чем-то обижены. Надо же на собственном опыте узнать, чтобы судить. Надо проверить, конечно. Конечно. Можно проверить. А, я знаю твои вот эти штуки с балдахина. Вообще я разводила. Сколько уже телок у тебя здесь было? Можно киношку сегодня посмотреть. Под балдахином? Ну, а чтобы комары не летели и свет не слепил. Вот так разводи других куриц. Я когда-нибудь говорила тебе, Саша, мне эта девочка нравится, это не нравится. Когда-нибудь я это говорила. Мам, ты мне не говорила, ты говоришь всем вокруг. Так же, как и проста, Сама, ты Ирине говоришь, хорошо, а звонишь мне, звонишь Марине, жалуешься на него. Что? Ага. Вот сейчас Ирина это по громкой связи говорила. Вот я ей звонил, она ругалась. Она ругалась на тебя очень сильно. Позвони, спроси. Она говорила по громкой связи, я говорю... Это, Саша, давай за мной все уже. Все, я даже больше не слышать, не видеть, вообще ничего не хочу. А что, подожди, почему ты так воспринимаешь? Ты почему что-то свое перекладываешь на то, что у нас там? Мам, я ничего не... Ты почему вот это делаешь? Я не пойму, Саша. Я тебя прошу, хватит. Она позвонила и все мне высказала. Вот это, Ирина. Она мне каждый день это высказывает. Хватит. Ты ее позвонила, ты ее попросила мне набрать. Что ты сейчас плакать опять? Я плакать не буду, я у меня уже потерпение переполнила. Все, все. Ты же ее попросила, позвонила мне. Она позвонила все это, она высказала. Что ты мне всекаешь? Ты больше вообще из меня ни слезинки не увидишь. Ты звонишь Ирине, папе, поставь, просишь, позвони. Я вообще тебя больше знать не хочу. Вообще знать больше тебя не хочу. Хорошо, не знаю, ради бога. Венчик, а там результаты Человека года, наверное, уже какие-то известны. Ты же выступала в один день с Пынзарем, да? И вот результаты. Три четверти голосов на данный период времени у Пынзаря, одна четверть у тебя. Ну это же еще меняться будет, да? Да, это еще значительно меняться будет. То есть вероятность попадания моего в тройку. Да, я в ней не сомневаюсь, на сто процентов уверен. Ты, Пынзарь пройдет, и кто-то еще. Слушай, есть же еще на сайте дом2.ру тоже Человек года по версии сайта. Ты не смотрел что-то? Я надеюсь, ты прошел. Я прошел, но результаты меняются. Нахожусь из шести на пятом месте. Что будет дальше, поживем, увидим. Но то, что ты пройдешь в Человек года, в четвертый тур финальный, я в этом не сомневаюсь.